Вообще еще как мотивировать, ну можно сказать, финансовый отдел, либо человек, который отвечает за финансы. На самом деле я только в двух компаниях в своем опыте встречал таких людей. Но, например, есть какие-то статьи расходов, и нужно посчитать, если у вас какие-то минуса, или там возвраты, или еще что-то, сколько вы готовы платить сотруднику при сохранении тех же параметров, которые есть. Ну вот как в магазине, допустим, там убыток или списание, да, там 3%. И второе, сколько вы готовы, например, платить при снижении вот этого показателя. То есть важно посчитать, сколько процесса вас занимает, и правильно мотивировать человека платить ему какой-то процент. Либо сказать, что смотри, вот у нас, допустим, есть отдел возвратов, у нас обычно возврат идет там на миллион рублей. Вот если ты там сэкономишь там этот миллион рублей, то, по сути, с него ты получишь там 10%. 100 тысяч ты заработаешь в компании. Вообще это справедливо, потому что собственник, да, или директор, кто придумал этот бизнес, организовал, там развивает, берет на себя все риски, он получает, там забирает 90% и перераспределяет как-то в бизнес, либо на себя. А менеджер тоже зарабатывает с сохранения, да, вот этих минусов еще 10%. То есть все довольны. Таким образом, компания растет, но нужно посчитать это все, важно прям четко рассчитывать. Но такие сотрудники есть, они очень ценятся, это прям на вес золота.